Психологическое развитие детей происходит неравномерно, скачкообразно, порой им сложно справиться со своими эмоциями. Как помочь ребенку в осознании себя и окружающего мира? Мы решили спросить у семейного психолога Юлии Родионовой. Доброе утро. Юлия Анатольевна, ну давайте вот начнем, допустим, с ситуации, которые часто встречаются. Вот, допустим, мама с малышом, да, приходит в магазин, ребенок начинает просить какую-то понравившуюся игрушку или какую-то сладость. Мороженку, пироженку. Да, мама ему запрещает категорически, что происходит? Мы видим истерику, ребенок там, не знаю, в лучшем случае упал на пол, кричит, устроил концерт, либо мама шлепает ребенка, либо она никак на это не реагирует. В любом случае, взгляд толпы вокруг, осуждение в сторону мамы. Как будет в такой ситуации? Ну, смотрите, во-первых, истерики вот так одномоментно не наступают. То есть, это какое-то поведение, оно вписано в систему отношений родителей и ребенка. Поэтому... То есть, у них, значит, так заведено? Да. Значит, здесь можно уже говорить о неких взаимоотношениях с перекосом в ту или иную сторону. И истерики можно рассматривать, во-первых, разный возраст. В каком возрасте это происходит? Если это 2-3 года, это один случай. Если это 4-5 лет, то это совершенно другая история. Но если в общем говорить вообще о истериках, о капризах, в какой системе взаимоотношений они проявляются, то очень условно, конечно, можно разбить на две такие глобальные части вот эту систему взаимоотношений детско-родительских. Это либо слишком лояльное поведение родителей в этой системе, либо слишком жесткое авторитарное, когда у ребенка, кроме как протестом и истериками, нет другой возможности заявить о себе, о своих потребностях. И опять же, это встроено в систему отношений. Может быть, я скажу такую вещь, не очень удобную для педагогов современного образования, но с ребенком на равных быть нельзя. Ну, ребенок должен понимать, кто старший. Ну, чтобы авторитет был. Елена Анатольевна, а вы сказали, что до какого-то возраста можно, до какого-то нельзя. Расскажите о границах. 2-3 года еще можно что-то позволять ребенку. Если в 4-5, то уже сложнее. Смотрите, если берем, опять же, истерики и капризы. Например, годовалый ребенок. Ну, иногда так бывает, вот заходится в истерики, и мы не знаем, что делать. Надо понимать причину этих истерик. Это может быть банальная физиологическая какая-то причина, некомфортно ребенку. Это будет одно. Чаще всего истерики в годовалом возрасте связаны, во-первых, с запретами. То есть ребенок начинает ходить, у него появляется познавательная активность. Это не переди, это не трогается. Да, и сразу возникает очень много запретов. Но осознать их и понять причину-следственную связь, почему нельзя, он не способен еще в этом возрасте. И второй момент, из-за чего чаще всего дети годовалого возраста капризничают или завоют истерики, это когда он не может донести до взрослого банально свою потребность. Да, его не понимают. А арсенала у него, в общем-то, нету коммуникативных свойств. Либо поплакать, либо посмеяться. Да, как у взрослого. Он может только плачем и каким-то способом заявить о себе. Это один вариант. Если это двухлетний ребенок, кризис двух лет сопряжен, он очень похож на кризис подростковый. То есть в этом возрасте ребенок начинает осознавать себя отдельного от родителя, от своей матери, со своими желаниями, со своими потребностями. И по сути, на самом деле, там очень много схожего с подростковым возрастом. То есть я, я сам, я хочу. То есть нужно разрушить те существующие правила, которые есть, активно протестовать, бунтовать против этого. Ну хорошо, что в этой ситуации делать, допустим, родителям? Потому что вот у меня младшему ребенку, ему как раз два года. Ему запрещаешь, ему говоришь, нет, нельзя. Он все равно, он залезает на стол, мы так кушаем. Он залезает самостоятельно на стол. Я говорю, так нельзя, Арсений, делать. Слезь, я его снимаю. Он начинает капризничать, продолжает залезать. Я говорю, не хочешь кушать, значит, выходи отсюда. То есть я его выпроваживаю, через какое-то время он сам приходит, садится и тогда уже ест. Вот как в этой ситуации быть? Правильно я поступаю или нет? Или садись, мой хороший, за стол, на стол? С ножками. Нет, это как раз проявление лояльности, где ребенок поймет, что иерархия нарушена. И он будет проверять границы дозволенного до бесконечности. Здесь, во-первых, конечно, последовательное твердое воспитание можно нельзя. То есть вот эта вот иерархия структура взрослого, который устанавливает правила существующие. Правила в семье обязательно должны быть. Но вот с тактическими целями, как раз для, в такой вот возрастной категории двух лет, у них очень хорошо работает так называемый метод парадоксальной интенции. Так как у него есть желание все делать наперекор и наоборот, то мы можем обратно развернуть ситуацию. И, ну, если плачет, например, давай поплачем громче. Да, еще громче. Да, еще громче нас за стенкой не слышат. Каким-то образом обыграть. То есть если он топает, падает ногами, можно упасть рядом с ним, показав его поведение ему. Вот как раз метод такой парадоксальный, очень хорошо работает. Усилить то поведение, которое он сейчас демонстрирует. Юлия Анатольевна, а вот то, что касается детского эгоизма, да, вот, допустим, такая ситуация, ну, часто происходит, да, в семью приходят в гости с ребенком. Там тоже, допустим, маленький ребенок. Этот ребенок, который пришел в гости, он берет машинку, естественно, которая ему понравилась, он ее начинает катать, там, ну, или куколку, допустим. А тут ребенок, который его гостеприимно, в кавычках, принимает, начинает плакать, отбирать, потому что это его вещь. Родители, естественно... И те, и те родители начинают ругаться. Да нет, нет, ругаться не начинают. Дай, а ты что такое жадный, да? Да, одни говорят, а да, это же не твоя игрушка, а другие говорят, ну, ты же гостеприимный мальчик, не жадничай. Как в этой ситуации быть? Как им разобраться? Может, выйти просто? Здесь тоже важно понимать, с одной стороны, возраст ребенка. Дети до трех лет, вообще, все, что находится в зоне их интересов, они воспринимают как продолжение себя. И, ну, попробуйте забрать, не знаю, если вот вашу машину или личную вещь, кто-то вдруг подойдет и возьмет, а вас упрекнут, по большому счету, жадности. Дальше гостеприимным, ну, дай, они жадничают. Дай покататься на своей иномарке за него в любви. Дело в том, что они еще не общаются в этой системе ценностей, как мы взрослые. И у них другое представление о жизни, о своем, о своих потребностях. Что делать взрослым? Ну, во всяком случае, уж точно не упрекать жадности, это точно. Попробовать... Заменить, наверное, сбить, да, на другую... Переключить. Переключить внимание. Если это возможно, переключить внимание, да, причем, если ребенок, хозяин он квартиры или не хозяин, отобирает игрушку моего ребенка, во-первых, здесь очень важно быть на стороне ребенка. Понимать, что для него это важно, это его вещь, это его собственность. Можно, присев на уровень ребенка, обратиться к оппоненту вашего ребенка и попросить, отдай, пожалуйста, или забирать нельзя, или давай мы возьмем другую игрушку, чтобы ребенок понимал, что вы на его стороне. Можно обратиться к нему и спросить, может быть, ты готов по своей воле ему дать? То есть дать ему альтернативу и выбрать самому. Если он сам готов поделиться чем-то своим, ради Бога, но если для него это неприятно, критично, надо быть на стороне ребенка. Если родители защищают ребенка, ребенок учится защищать себя. Родитель, который не обучает этому, должного уважения или интереса к этой ситуации не проявляет, ребенок не научается защищать себя сам, считает это в норме. Что все делают за меня? Во-первых, все делают за меня, у меня можно отобрать, я должен делиться, мои интересы не важны. Очень много установок у ребенка формируется именно в этом возрасте, и родители должны помогать поведенчески в таких ситуациях. Большое вам спасибо, Ирина Антонова, много полезной информации. Дорогие друзья, я напомню, что в гостях была семейный психолог Юлия Родионова. А далее пришло время выпуска новостей.